На самом деле, вы можете обратиться как раз в ту компанию, которую я представляю. Это учебный центр «Ай-Класс», ранее «Клазар Микро» учебный центр. У нас много направлений в деятельности. Можем лично с вами даже сейчас поговорить, я вам что-то посоветую. Можем лично с вами, что мы по-москальски говорим и по-москальски слушаем. Это самая большая беда. И пока мы будем слушать по-москальски, пока городу на Киеве не будет. Спасибо за внимание. Шановные пановы, я очень хорошо разговариваю украинский, не переживайте. Я нормально разговариваю украинский, и я сам в Захидном. Но я хочу, чтобы меня на видео разумило россиян. Я прошу прошу. У меня такой вопрос. Вы можете охарактеризовать Украину с точки бизнеса? Да, я могу сказать, что в Украине замечательные инновационные люди. То есть у нас уникальные люди, действительно. То есть хорошие инженеры, хороший средний состав. Я прошу прощения. Главное вы не говорите. Главное, что государство Украины является спекулянтом большим. Вы не свидетельствует. Надо разделять государство и предприятие. Государство у нас никудышнее, предприятие прекрасное. Есть прекрасное предприятие. Предприятий очень мало. И большинство компаний и бизнесовых покупают продукцию за границами. То есть занимаются спекуляцией. Весь мир так устроен. Американцы тоже много что у китайцев покупают. У нас есть Матерсич, которая на самом деле очень высокотлассный завод. Она на лучшем уровне Европы и СНГ работает. Например. Такого уровня, как Матерсич, мы не построим второй раз. Но проблема в менеджменте страны. Это правда. Как вы можете прокомментируйте этот пример мне? Все чаще и больше сейчас возникают вопросы о том, что с 91-го года, на 91-м году, когда было было соглашение на совместительство, было соглашение на исполнительное принятие Конституции в 96-м году. Как больше документов было сейчас наружу о том, что у нас до сих пор ничего не единого государственного системы власть. То есть органов власть. Как вы прокомментируете это? У меня вообще-то есть доказательства этого. Потому что я могу взять, как пример, город Киев. Все райотделы были созданы министерством, головным предприятием Министерства внутренних справ. В этой деятельности они занимаются воспитательной работой по детским садикам. И сейчас цитирую из-за вытягу. Организация будильництва и сдача в аренду нерухомого майна. Как вы можете это прокомментировать? Далее. Можно я вам... Указ президента Кусина о скасывании. Запоминайте такие вещи. На резервах місцевых судей Министа Киева. Расшифровка на районах. Далее. Пункт второй. Утворить мережу місцевых судей Министа Киева. Выражение Министа Киева расшифровывается. Голосівский район Министа Киева, Шевченковский, Подольский и так далее. Запомните такую празу. Стояние всех тоже касается. Мережевый місцевый суд. Что вы это обозначаете? Я тоже сразу даю поправку, чтобы потом вам легче было прокомментировать. Сетевой. Сетевой местный суд. То есть сеть судов города Киева. Местцевый обозначает регистрация за местным нахождением. И естественно регистрация местным регистратором. Местного регистратора может создать только лишь территориальная громада. Можно я... Отсутствие ее обозначает отсутствие регистрации. И к тому же, чтобы всем было известно. Есть такой... Сейчас, сейчас. Коллеги, мы поменяли тему, это некрасиво. Я отвечу просто можно на ваш вопрос, потому что я не в теме судов. Украина, когда получила независимость, решила, что нам сверху сделают Украину. То есть мы как граждане, да, не состоялись. Вот в чем проблема. То есть вверху Кравчук там что-то делал, мы ему доверились и снизу ничего не делали. То есть вот только сейчас Украина созревает, чтобы люди снизу вздумали, самоорганизовывались и контролировали, и думали, как, чтобы все было правильно построено. То есть мы слишком отдали это на откуп в вышестоящем. Это привычка, то есть то есть начальник, который решит все. То есть вот за это поплатились, да, правда. Решение запутания. Да. Игорь, скажите, пожалуйста, вы как руководитель обраганодательном, я здесь. Да. Как руководитель обраганодательного центра. Как вы думаете, с вашей точки зрения, решить следующую проблему? В городах 50, так говорят социологи, 50 минус, да, в менее еще 50 населения. И в сельских и населенных пунктах Украины. Развитие и культура пользования интернетом, этих технологий, очень низка. Очень часто журналисты, скажем, говорят, что там посмотрите эту информацию в интернете, а очевидно большое количество населения не способно просто этим нас пользоваться, даже если у них интернет, они не умеют им пользоваться. Требуется достаточно серьезная образовательная программа для миллионов людей, живущих в небольших городках, военных центрах, уселок, для того, чтобы научиться пользоваться интернетом для получения элементарной важной информации. Как можно было это сделать, учитывая, что количество людей, для которых требуется образование, это миллионы людей? На самом деле для этого есть электронные способы, но этого будет мало. То есть на самом деле нужна совместная программа с медиа, с журналистами. Но проблема в том, что наши медиа, наши журналисты любят писать только про смерть, воровство, политику. Ну понятно, да. Но просто бизнес так устроен, что рекламодатель платит за количество читателей, а читатели любят покупать всякую желтую прессу. У нас есть проблема, мы с этим это обсуждали, что вот в той же Германии по телевидению рассказывают, как сделать свой бизнес, где купить трактор. Ну то есть вот конкретно, да, как сделать что-то серьезное. То есть там не все время кого пристрелили, да, а вот как сделать свой бизнес, как использовать технологии. Вот если бы люди действительно начали потреблять более умный контент, да, то есть он бы и появился. То есть, к сожалению, нет спроса. Сейчас можно только через интернет. И если бы была нацпрограмма, вот чтобы телевидение помогло, хотя бы на полгода сделать марафон. То есть на самом деле организовать контент, айти сообщество легко. То есть я готов даже лично в этом участвовать. То есть если мы объединимся, то можно за полгода сделать такой прорыв. Мы в свое время в Киеве сделали медиакэмп в 2009 году. Мы за один ивент подняли в 10 раз, в 10 раз, трафик тритера в Украине. За один ивент. Но в этом участвовала все медиа. То есть традиционные медиа, журналы, газеты, кортников к нам пришел. То есть это была такая микрореволюция, да, осознание того, что пришла цифра. Ну интернет пришел, да, в журналистику. То есть сейчас нужно сказать всей Украине, что интернет пришел... Ну не интернет, а именно технологии пришли в каждый дом. То есть еще в свое время Глушков и Яршов, которые занимались кибернетикой, они делали очень серьезный прогноз, что в будущем каждый человек будет программистом чуть-чуть. Вот как бы на таком уровне, если смотреть, то это правда. В Европе сейчас, в Англии, в Англии новая программа. Там детей с 5 лет начинают учить программирование, а с 7 лет они уже в 3D печатают и запретают. Не слышу. Знаменитого Евгения Велихова, профессора еще советского, российского, была такая фраза в его интервью многочисленном в начале 90-х. Программирование — вторая грамотность. Да, это оно и есть. Это Яршов тоже говорил. То есть на самом деле нам кажется, что мы не программируем, но даже простое управление собственным временем, в Microsoft Project или в каком-то своем электронном планировщике — это программирование реально. Программирование бизнес-процессов. То есть у нас бизнес очень отставший, но на самом деле вот, наверное, 50% людям это нужно. Нужно образовывать страну, это правда. — Скажите, какая ситуация? Вы человек, который говорил о том, что это не имеет отношения к образованию. Я хотела бы вам сказать, что, возможно, вы не знаете, но административная система, которая фактически проявляется в правовой системе, это базовая структура, на которую вешается образование. То есть вы сначала формируете административную систему в те направления, которые вам нужны, и только после этого формируется, как именно вы будете это образовывать, это население вот тем направлением, которое сформировано, административная система в правовом поле. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это фундамент, база, а более нижний уровень Польшего — это идеология. Это я вам говорю как в своей зависимости. Я не против этого. Но я хочу сказать, что в мире сейчас, смотрите, у нас сейчас есть, мы слишком сильно завязаны на стереотипы. Министерство образования — это полная ахинея. Ахинея, я понимаю. Во всем нормальных странах его уже нет. Тоталитаризм в образовании у нас убивает людей и детей. Потому что на самом деле... Менять нужно все аккуратно. Менять нужно аккуратно. 30-40% можно оставить как есть, но создать альтернативу, отдать время для альтернативных методов обучения. Они... То есть нам сейчас... Я знаю много людей, и мы сами это делаем. Но мы не можем конкурировать за время подростка. То есть реально просто у него нет времени. Скажите, как вы считаете, эта страна, на том уровне, на котором она находится, в состоянии ли она поднять новую планетарную административную систему, которая на сегодняшний день еще не работала ни в одной стране мира? Да, я в это верю. Я тоже верю тогда в вас. На самом деле айтишники могут изобрести новое электронное правительство, и это сейчас происходит, по большому счету. То есть сейчас есть инициативы, они создают электронные способы голосования, принятия решений. То есть во многом многих чиновников можно заменить. Визиточки нету, я сейчас с вами познакомлюсь. Мое время уже ушло, я думаю. Нет, мы немножко ждем, потому что наступный фильм будет представляться и Сергей Маслович, Невчуков, и Юрий Андрохович. Поэтому у нас есть еще три минуты буквально. Все, у кого есть вопросы? Извиняюсь, вы начали бы уклонить тему, что вот мы в 91-м, по-надеюсь, что нам и сделаем. Вопрос. Мы не повторяемся? Нет. Нет. Точно нет. Сейчас, я просто помню себя студентом, я вообще никак не притрагивался к политике, только технологиями занимался, учился. Мои сейчас дети уже совсем другие. Ну я под своим детям смотрю. Гражданская активность, когда сейчас есть гражданский сектор, он взаимодействует, да важно, достаточно, спортивный? Это не важно. Главное, чтобы он сам с собой взаимодействовал. Да. В то же время, если не важно, потому что тоже это самостреление получается. Нет, 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 на самом деле, многие процессы должны созреть. Главное, чтобы не сдавайтесь, да, по Черчиллю. Может, тут мы год будем изобретать новую краю? А может быть месяц, а может быть год. Здравствуйте. Я хочу прощения, я прошу. Внимание, для того, чтобы Манитарная Академия уже создала новую административную систему специально для постсоветского пространства. Почему? Есть специфика определенная в постсоветском пространстве. Так что, если мы будем сотрудничать с различными системами, я надеюсь, что мы сразу же освоим административную систему, которая еще не работала ни в одной стране мира. Почему? Потому что в старых системах, вы должны это понимать, очень много меангров, то есть процессов, которые вообще там не должны быть. То есть они сначала делают, а потом сто раз переделывают. А мы себе этого позволить не можем, у нас просто экономика не позволяет себе это сделать. Поэтому мы должны сразу же брать то, что нам нужно. Ничего лишнего, ничего постороннего. И именно этим мы сейчас занимаемся, оптимизация, для того, чтобы сразу перейти на новый этап. Потому что невозможно догнать уходящий поезд. Нужно знать точно, где он приземлится и там на него сесть. Всего доброго. Все верно. На самом деле с айтишниками обязательно общайтесь. Сейчас, кстати, айти, чем интересно. Айти первыми ушли от старого менеджмента. То есть тот же скрам, спринты, то есть новая технология разработки софта, очень быстрая, коммуникация, ничего лишнего. То есть это все работает сегодня. Надо строить рядом новую. А это уничтоженно. Уничтожить не сложно. Надо строить. Сложнее построить. Сейчас боятся уничтожить, потому что боятся построить. Я прошу, я прошу, я прошу, хочу подякувати Допобедачу. И мы сейчас будем начать показ фильму, который очень лаконично называется и очень звучит с сегодняшним днем. Я прошу до слова Юрия Андроховича и Сергея Маслобойщикова. Дякуємо дуже. Добрий вечер. З Новым Роком и веселих свят. Это Сергей Маслобойщиков, автор фильма, который мы сейчас покажем. Я очень рад, что эта идея действует. И Сергей знайшов час и знайшов вільную копию своего фильма, который он тут на Майдане снимал 9 лет назад. И фильм, как вы уже слышали, называется прекрасно. Называется «Невсеремость». И Сергей несколько слов расскажет, как это началось. Ну, по-перше, я гадаю, ну, с Новым Роком, революционная громада, всем желаю этого года, чтобы все-таки была победа. А по-друге, я думаю, что Юрий сказал, что знайшов вільную копию, но, вы знаете, мне кажется, что в этот период глобализации, в которой мы живем, то глобализация имеет одну очень интересную вещь. То есть копий может быть много. То есть о том, что даже революция у нас действует в режиме онлайн. Так что, благодаря этому, я не знаю, если бы несколько столетий тому история могла бы иметь такую нагоду, может, как-то она бы изменила свою русскую. И это наш фильм, ну, справедливо, он так называется, «Невсеремость», потому что тогда, в 2004 году, очень не хотелось обесраться. И, ну, по-перше, как он произошел? Онлайн, потому что, ну, просто неможливо было сидеть, склавши руки в той же время, как что-то произошло, так же, как и в сегодняшний день. До речи, между нами есть еще один спиу оперативного оператора этого фильма, Богдан Вежлицкий, который тоже снимал. И вот сейчас, видите, он снимает, потому что тоже неможливо снимать. И, значит, этот фильм, он продолжается, он продолжается и сейчас. И сейчас продолжаются снимки этого фильма, который начался в 2014 году. То есть, когда мы снимали все это, так же, как и сейчас, мы не очень сильно уявляли, что это можно сделать. Но позже, ну, мы знали, что мы снимаем историю, но позже, где-то через год, меня нашла такая швейцарская организация по співробительству. И это предлагали сделать из этого материала фильм. В том числе, в 2005 году в Лугану, в Швейцарии, произошла конференция, международная конференция по Украине. И вот мы, как раз в то время, когда мы уже сделали этот фильм, мы встретились с Юрием. И разом у нас было такое турне по Швейцарии, мы были и в Цюриху, и в Бернии, и закинчилось все это форумом в Лугану. И на каждой встрече мы представляли этот фильм. И, взагал, интерес был, что они не такие, потому что всем было очень интересно, что происходит. И не много людей, до речи, знало, что самое происходит, потому что были люди, которые все знали, которые были в захоплении, а были и такие, которые приходили и сказали, что как мы вообще все это выдержали. А мы сказали, что ну, как это выдержали, мы просто были в задоволении, мы были в таком педесе не буду. Так что для нас все было гарри фами. Может, Лярко, что-то? Ну, я еще только додам, что вы сейчас все это увидите, а это идет так же и про две Украины. То есть герои фильма, перед всем, это группа революционеров из Гуцульщины, из Карпат, которые тут на Майдане перебывают. А другая группа, это, как бы мовити, шахтери из Горлинки. Так, из Исхода. И там была такая, життя само написало свой сюжет. Тобто Сергей бачился с этими людьми в Киеве. Он их снимал тут, подчас подеи революционных, 2004-го. А потом он и тих, и тих проведал десь минуло пів года после подеи. Да, ну, почти год. Майдже год пройшел. И, ну, и вы сможете, это надзвичайно цікавый материал, который, на мой взгляд, остается очень актуальным и до сегодня. Ну, и, напевно, я уже при этом замолкаю, с радостью еще раз подивлюсь на этот фильм. Я единственное, что хочу сказать, что продолжить, что этот сюжет продолжается. Скажемо, те самые герои, с которыми мы встречались в 2004-м году, сейчас тоже находятся на Майдане. И сейчас, вот, до речи, до нас приездил один из героев из Донбасса, который пришел и раздивился, что тут происходит на Майдане. И даже вчера зафелефонувал меню и говорит, что, ну, ты знаешь, я разговариваю своим друзьям в горлецах, они меня питают, так, как это ты ходил по Майдану, и никто тут не чекал, и никто тут не чекал, и никто там ничего не сделает. Он говорит, что, хлопцы, никто там никого не открывает, и так далее. Взагалі, это то, что, кстати, с фильмом, что мы там задавали вопрос, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете про Схидную Украину, а Схидники, что вы знаете про Захидную. И должен вам сказать, что ни на нашей стороне ничего один по другу не знают. У меня есть надея, что сейчас воно более-менее движется, правда, все это, правда, я чувствовал. И там есть такой момент, когда эти Захидники, чоловики говорят про девчат из Схидной Украины, говорят, что они такие, все чернявые, красивые, а эти Схидно-украинские женщины говорят про Захидников, что усатые и толстые. Ну, как они соби уявляют все это життя, ну, в лице увидите. Но я еще наостанок хочу сказать, что, конечно, сейчас мы снимаем как раз Богданов, тоже сучасный Майдан. И я ставлю одно задание. Скажите, пожалуйста, чем отличается Майдан 2004-го от Майдана 2013-го? И все-таки люди говорят, что сейчас, правда, Майдан больше сердитый. То есть, тогда был такой карнавальный Майдан, а сейчас больше сердитый. И, как на меня, просто вищая цена. Как на меня цена набагато вищая. И она относится не только, как мне кажется, Украины, я думаю, что и даже не таким чином, даже не украинской самоидентификации, а идет о том, что сейчас кордон между виберальной демократией и диктатурой, он движется на Захар. И Украина на этом русском, она есть определенный двор пост. То есть, если этот кордон, он остается рядом с Донбассом, или он перейдет на Закарпаттию. И это безопасно, в первую очередь, я думаю, и для самой Европы, и вообще для демократии, для либеральной демократии. Поэтому, шановные, пропоную вам фильм, я не знаю, если вы хотите поспалкиваться после этого, но я хочу сказать и, фактически, обещаю вам, что этот фильм, мать на продолжение, это точно. Все, приятного перегляда, ну, приятного, цикавого. Дякую. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok